Всем привет, это Сайлон и мы играем в Крушейдер Кингс 3, Крушейдер Кингс 3. Я выполняю здесь достижение вместе с вами, которое называется Русь. Каждый раз его показываю, в общем, поверьте, оно называется Русь. Что нужно сделать в этом достижении? Создать империю под названием Россия, при этом чтобы ей правила династия Рюриковича. Я сейчас играю за главного Рюрика, король Рюрик Смутьян. У него великолепные навыки, великолепный король. Моя задача сейчас завоевать можно больше земель, при этом подождать пока Хазария развалится. Она уже, по-моему, разваливается, у нее много союзов, но при этом очень маленькое войско. Она со всеми воюет подряд, проигрывает, кстати говоря, лидер Кире, мятеж популистов. То есть она, ну, видно, что разваливается. Когда-нибудь эта империя точно развалится. Все империи рано или поздно разваливают. Поэтому моя задача сейчас подобрать небольшие земли, которые находятся рядом со мной. Возможно, вассализировать, но у них у всех чутская культура. То есть никто из них не захочет вассализироваться просто так. Все только с боем. Возможно, мне стоило только тоже принять чутскую. Но, опять же, я не хочу этого делать, потому что снизу находятся мои братья-славяне. И мне с ними придется новосип. Новосиль, окей, я думал новосип. А мне придется с ними тоже как-то дружить. Сверху находится очень наглый чел, которого я, конечно же, с радостью буду грабить. Но после того, как захвачу вот эти вот все маленькие себе земель. Для начала заберем вот эту самую маленькую провинцию. Ее заберем мы сразу с ходу, с наскоку, так сказать, с набегу. Более того, у меня еще, кстати говоря, фракции образовываются. Поэтому нельзя тоже за ними. Нужно следить постоянно, глаз да глаз. Иначе они там что-нибудь вытворят. Тихоря, пока у меня идет война, это будет не очень приятно. И мы повторим судьбу Хазарий какой-нибудь. Идем сразу, влетаем врага всеми своими силами. Забиваем его. Получен опа. Вот теперь, наконец-то, у меня получена репутация и знаменитость. Я смогу забирать себе сразу герцог Ствани Графс. У меня также родился ребенок, только что, во время войны. Ребенок войны. И это у нас Феодора Рюрикона Рюриконович. Великолепное имя, просто лучше не придумать. Из-за того, что я был занят войной, теперь придется ребенку мучиться всю жизнь и ходить с именем Феодора. Так, ну давайте, давайте сразу закончим войну. Я не хочу даже выкуп получать за него. Меня, в принципе, хочется просто быстрее закончить здесь войну. И вот Вологда, да выпьяндривалась. Нечего вам с Киевом подружить. О, блин. Да когда вы успели-то подружиться, нашли себе, смотрите, какие хитрые. Хитренькие мальки, просто нашли себе. Так, это вот у меня вообще участвует в восстании. А что он хочет, я забываю все постоянно. Что этот мелкий хочет? Независимости хочет. При этом, ну, он не будет точно моим вассалом здесь. Поэтому я сразу же сюда поставлю кого-то крутого вассала какого-нибудь. Александра. Вот, например, Александр, великолепное имя. Сразу видно Славянин. Это дождемся, пока его кто-нибудь поддержит или не поддержит. Возможно, мы его просто убьем. Так, может, 95%. Ага. Ну, я 50 стресса из-за этого получил. С другой стороны, фракция будет разрушена. Ну, с другой стороны, если узнать, что я там причастен был. А здесь с Ливони. У Ливони 2600. У него 1000. Давайте, я думаю, что с Киевом, наверное, воевать нет смысла. Потому что он мой тоже союзник. Вряд ли он меня поддержит. Хотя, какие у меня отношения с киевчанами? Киевчанами у меня отношения очень даже хорошие. Но он... Боюсь, что он не впридется за меня. Выберет здесь... Кто у него союзник? Давайте посмотрим. Ну, союзник у него не такой уж и сильный. Поэтому можно сразу же забирать себе вот этого герцогства. За 188 благочестия. Сразу сейчас посмотрим. Тоже влетим сходу. Хотя одна война уже только что была. И кто его союзник? Покажите мне его союзника. А он уже с кем-то там воюет. Что происходит? В него уже кто-то влетает. С двух ног. Это его пограбить. Пришли время войны. Давайте посмотрим, где его союзник обитает. Не могу найти его союзника. Ооо, ну... Ладно, пока они там дойдут. Я думаю, 10 лет пройдет. Поэтому спокойненько. Тоже здесь все сделаем. Вы можете бить войны. Можете выкуп получить. Отлично. Ну, здесь все по классике. Он бежит к своему союзнику, чтобы вместе с ним выступить единым фронтом. Сейчас он пытается в спину пойти. Секрет раскрыт. Что? Только что мой канцлер, вождь Ингвер, представил мне прожимствовать следствия за того, о том, кого Еремей в действительности должен стать отцом. Это никто иной, как он. Че? Не понял. Это никто такой. Интересно, а Еремей знал о своем истинном происхождении? Или для него это такая же новость, как и для меня? Стал ли это открытием, благом или же проклятием? Кто бы мог подумать? Ооо, ужас. Кто бы мог подумать? Действительно. Так, ну я знаю, как в данном случае прав вождь. А с кем у меня лучше отношения? Александр идет, значит, в баню, и я возьму лучшее на наступление. Александр меня простит, что там? Немножко вот это подуется на меня. Меня кто-то грабить приперся опять. Ну, ничего, дружище. Дай мне войну закончить, я тебе там таких приколов накидаю. Когда папа и мама очень любят друг друга. Руслан. Опа, ни на минутку покоя. Мой сын наследник Руслан полон вопросов. Я стараюсь потакать его ульпопы, но порой он утомляет даже меня. Это чисто про меня. Про меня. И мама. Заключить тюрьму. Сразу же в тюрьму отправишь, что ли, малого? Вот это чисто про меня. Чисто про меня. Потому что любознательность, это вот я маму постоянно доставал вопросами в детстве, помню. Горислава. У меня столько дочерей, что происходит? Перестаньте рождаться. Я, конечно, вас очень люблю всех. Так, Руслану мы найдем какую-то классную жену потом. Сейчас пока что устроим браки своим Гориславом и другим ребяткам. Это что у нас? Герцог Створашко. А где ты находишься? Плюс у тебя 1300. Ну, как-то слабовато, если честно. Я думаю, что с киевлянами, с киевчанами, либо с поляками. Поляки, мне интересно, понадобятся когда-нибудь или нет? Моей девочке 0 лет, а здесь у нас либо амбиции, либо сдержанность. Так, а поляки согласны на материнейный брак? С другой стороны, ей 0 лет. Давайте, пока еще рано. У меня есть сильные союзники, и отдавать... Вы можете взять титул... Подожди, можно сначала захвачу это дело, все? Захватил союзника? Похоже. За 100. Захватил, то есть, очень важного ребенка его, скорее всего. Смотрите, он его выкупает. Я сейчас пойду, разобью им там лицо, если успею добежать. Если успею добежать... Да, успел добежать. И сейчас точно закрою военный счет. Скорее всего, нет. Не закрыл. Ну, ничего, зато 100 золотых получил. Мне это даже более чем устраивает. Еще могу кого-то быстренько отдать. Меня это, в принципе, все устраивает. Мне все нравится. Опять захватил кого-то. Фракция создана против нас, была разрушена. Посмотрим, что за фракцию там разрушена. В принципе, я взял себе еще какого-то вассала. Давай-ка потребовать обращения сразу. Так, он обратится или нет? Я вижу мудрость вашей веры. Надеюсь, что вы понимаете путь и свете. Так, возможно, обещание поддержать меня всеми средствами сделало бы... Я не буду торговаться ради вашей души, действительно. Я просто... Ты козель. Могущный вассал. Предправитель является могущным вассалом. Чьи мнения важны? Не. Ну ладно, у меня уже есть при дворе тот, кого я попрошу обратиться наконец-то. И вот сейчас тебя... Что такое? Что за иноверцы набежали ко мне во двор? Давай с тобой лучше отношения, наверное. Слушайте, он неплохой полководец. Я думаю, что его можно использовать в военном деле здесь. Чтобы он улучшил обо мне отношения. Я его сразу же прошу, так сказать, потихо. Эй, чувак. Ему еще отдам Онегу, скорее всего. Как забирать себе Онегу. И будем с ним... Смотрите, он почти уже меня любит. Я думаю, вот-вот... Опа, он только через 4 года... Козель в квадрате. Проблема в том, что я захватываю слишком быстро территории. Но я не успеваю их обратить. Хотя, если она сейчас поможет... Поможет здесь? Нет, это вряд ли как-то поможет. Ой, я не успеваю обратить их в веру. То есть, вот в чем проблема этих территорий. Я их захватываю, но не успеваю обратить в веру. Поэтому у меня будет постоянно воз... Фракции строятся. Посмотрите, уже сколько против меня здесь людей намечается. Придется отбиваться рано или поздно. Потому что крестьяне хотят независимости. Ну, я их могу понять. Все хотят независимости. Я думаю, что вот сейчас сделаю. Я пограблю немножко. Посижу дома спокойненько. Пограблю своих соседей. Ослаблю их тем самым. Все-таки у них есть союзники. Хотя, вот этого можно было сразу забрать. Давайте я сейчас сперва пограблю. Схожу к своему другу, который там постоянно меня напрягал сверху. Его тоже ограблю с удовольствием. И потом уже продолжу завоевательные войны. Вот я могу как сделать. Смотрите, здесь вассал сидит. А я могу просто взять биорамия. И подарить кому-то из своих, по идее. Хотя только вассалов. Почему вассалов? Я не понимаю. Почему он хочет, чтобы кому-то из вассалов дал-то? Уже имеющихся. Они все слишком в другой стороне находятся, мне кажется. Мне хотелось бы, конечно, даровать кому-то поблизости. Ну вот, например, я не могу верховному вождю Александру еще один титул даровать. Он уже владеет титулом чуть. Так, тяжелый выбор какой-то. Я думаю, вот что я сделаю. Я захвачу эту территорию. Подарю ему своему человеку эту территорию. И отдам весь этот герцогство. Отдам тоже своему человеку. Пока мы подождем с этим делом немного. Пока, может быть, что-то улучшить в столице можно. Так, отлично, улучшаем чистоколы и просто радуемся жизни. Так, что началось? Похоже, что какое-то крестьянское восстание. Крестьянское восстание началось прямо сейчас или что? Или как? Я не понимаю. Они повылезали вдруг? Или это не у меня восстание? По-моему, это восстание у моих вассалов. Фу. Я же думаю, ничего себе, они повылезали отовсюду. У меня восстание будет. Какой-то чел недоволен. Ну ничего, там у тебя вассал скоро появится. Кстати говоря, почему ты недоволен? У тебя плюс три, любовь ко мне. Скоро вот оно восстание. Уже семью придется разными регионами сражаться. Это очень жестко. Это очень жестко. То есть, скорее всего, надо скопить, будет свою армию посидеть спокойненько. И никуда ее больше не посылать. Хотя, единственное, в набеге. Воевать мне, наверное, не стоит в ближайшее время. Но в набеге, может быть, только уходить, чтобы продавать пленников. Это единственное, ради чего стоит ходить в набеге сейчас. Посижу, приму всякие, всякого разного рода решения полезные. Продам всех, кого успел взять в плен. Троить пир. Давайте улучшим отношения со всеми, устроим пир. Я, кстати, уже четвертого ребенка продаю этому устюгу. Такое ощущение, что я у него всю семью там рабство покорил, пока набеги на него совершал. Так, приветствую, мой червотец Узерян. Не могу ли сообщить вам об ужасающем открытии? За вашей спиной вождь Пьев занимается вещами непристойными и предсудительными. Искренне надеюсь, что эта деликатная информация может вам понять всю глубинность моей преданности. А ты кто такой вообще? Да ты вообще против меня только что восстание хочешь поднять, что ты несешь? Он поможет вам понять, что ты так, мой король. Да, этого не забуду. Лучше забудь об этом, Колик. Так, слабое влияние. Пошел в Анус, Колик. Ничего себе ты захотел слабое влияние на меня. Сиди там у себя. Ты все равно недолго еще здесь будешь сидеть со своей армейкой. Ты против меня фракцию поднимать пытаешься. Что ты хочешь? Независимость от Узерена. Размечтался. Не понял. А, у него какой-то появился маленький союзник. Вассал моих, кстати говоря, принципиальных врагов. Сейчас я пойду в налет на них. Обожаю их грабить. Они меня уже вышвырнули один раз за шкирку. Сейчас пограблю их еще раз. Я все помню, я все помню. Секрет раскрыт. Открылась постыдная правда. Мой вассал-вождь. Появи, яви. Его любовницы имеют... Так, нельзя такое. Все, обоих в тюрячку. На нары, так сказать. Так, это кто такой? Ну ладно, посиди пока что. А то ты там тоже фракцию против меня поднимешь. Так, это... Кочень зависимости. Что это? Где это вообще? Кто вы такие? Ой, я вас вообще не захватывал. Это мой вассал захватил вас. Что вы против меня хотите? Я не понимаю, вассалы. Давайте как-то разбирайтесь со своими проблемами. Я вас для чего вообще всех нанимаю? Чтобы вы вот это вот на меня свои перекидывали обязанности? Чтобы мой канцлер-вождь легче отзывался моей попытки? Я буду писать краткое по существу. Я не хочу к нему подлизываться. Там сейчас все равно будет другой человек. Слушайте, но пограбил просто со вкусом. Просто и со вкусом. Такой кайф пограбить кого-то, кто меня так раздражал все это время. Против меня три фракции. Одну из них уберут, когда я создам там... Посажу своего герцога. Здесь довольно слабенькое. Это все не растет. Я не знаю, через сколько она уже будет. Через сколько они уже начнут что-то действовать против меня? Я думаю, что я успею захватить еще вот это вот. Их всего там 1500 человек. Не так уж и много. Здесь создам тогда герцогство. И посажу своего просто сюда человека. Своей культуры, своей веры. И он будет управлять всем этим регионом. Заодно и вассал этого тоже успокоит. Который там все с ума сходит у меня. Где-то сбоку. Денег, кстати говоря, довольно много. Можно улучшать щукиц руса, например. Если она достанется мне когда-нибудь. То есть строить здесь. Хотя бы защитные какие-то гарнизоны строить. Чтобы их так легко не захватывали. А, тут два герцогства. Я сразу не смогу весь этот кусок захватить. Очень интересный, конечно, человек. Он не создал... У него вождество титул. Он не создал ни одного герцогства. Но при этом оно поделено на две части. То есть, ну, скорее всего, я могу даже заградство объявить. Чтобы сэкономить себе. И быстрее все это дело сделать. Хотя могу и покорить, по идее, вождя. За 375 престижа. Но у него, видите, тоже культура укунутская. Бьярмская. Вот это придется всякой ерундой страдать. Так я лучше создам здесь себе титул. И посажу своего человека, как я уже сказал ранее. Чем вот этой вот какой-то ерундой заниматься. Союзник у него не очень сильный. Это пока он тоже проснется своими 500 человеками уже. Дань уважения, мой вассал-вождь Борис. Прибыл к стенам и резидент с огромной просьбой с хорошим одетым дипломатом. Рыцарей, экзотических артистов. Это сборище напоминает парад, который возглавляет лично Борис. Зычным голосом Борис сообщает, что здесь, чтобы высказать мне дань уважения. И что он хочет принести золото мне в дар. Отлично, отлично. Пожалуйста, входите. О, 15. Что такое, Борис? Ты очень подозрительно ко мне подлизываешься. Ты что-то затеял против меня? Так, не доверяю. Вот это, как он меня сильно любит. А в итоге подставу там сделал. Секрет раскрыт. Вождь Таева, коготь заявил маршал, вождь Александр. Его любовницы имеют внебрачную связь. Тю-тюряч Коба. И выкупаетесь. Классика. По-моему, просто классик. Смотрите, я думаю, что мои две армии будут стоять, захватывать город. Вот эта армия пойдет встречать непутевого его союзника, который там бежит со всех ног. Чего? Почему это равное сражение? У него всего 500 человек против моих 2000. У меня то ли там не было полководства хорошего, то ли... Так, речь о единстве перед толпой. Всем стало стыдно, молодцы. А, армию никто не возглавляет, я понял. Понял, что произошло. Ну, да, видите, без хорошего главнокомандующего 500 человек могли дать спокойно отпор 2000. Это какой-то петросянет и куда-то убегает. Отлично, захватили. Сразу навязать требования. Закончим быстро эту войну. Я выполню свой коварный план, который я хотел выполнить до этого. И посадим сюда своего человека сразу же. Так, вот он сидит здесь. Так, даровать титул. Забирай. И радуйся. Будь молодцом, будь умничкой, люби меня. Вот у тебя есть перевассал, который мне не особо нравится, сам его обратишь. Что по фракциям? Так, ну видите, вассала больше нету. То есть этот способ помог, он действенный. Его успокоили, сразу там за жопку взяли. А фракция здесь набирает популярность, но очень медленно. Здесь у нас, по-моему, перемирие. Мы не можем Усть-Юг. Мы можем, кстати говоря, теперь Усть-Юг забрать. И целое герцогство заберу себе. Да, скорее всего, целое герцогство заберу себе. Что у нас по обращению по всему Ислянде? Здесь королевство возникло рядом со мной. Единственное, что он с Исляндией теперь дружит, и еще с Аполлием. Ну ничего себе. То есть он мне обойдется очень дорого, если я захочу объявить войну. 5700 против 9300. Но у него нет Киева. То есть Киев его не поддержит. Киев вот здесь как раз таки. Надо забрать вот этого бесхозного молодого человека, который здесь спрятался зачем-то. Он входит в империю? Да, входит в империю. К несчастью для него он входит в империю. А Поле тоже надо будет подобрать, заодно лишив одного из союзников. Владимир обязательно тоже надо будет забрать. Еще очень много территорий надо забрать, но я сейчас заберу себе самую дальнюю, пожалуй. Посажу сюда своего вассала, хотя он, может быть... Никто не хотят вассализироваться, вот что мне не нравится. Самое, конечно, неприятное, что я все ближе и ближе становлюсь к Минску. То есть наше соперничество с Минском уже скоро выйдет на новый уровень, я так понимаю. У меня еще один родился ребеночек, и она хочет его назвать Руслан. Знаете, когда уж Руслан второй. Руслан второй. Петр первый. Руслан второй, да. Цифра два вообще ставится. Пускай будет так. И смотрите, меня он начинает раздражать. Вот это вот мой кореш, который постоянно меня грабит. Нужно с этим что-то поделать. Мне кажется, это вообще неправильно. Сейчас его мало того, что я его сейчас забью просто-напросто. И заберу все, что он там награбить ему удалось. Я думаю, что нужно уже что-то с ним решать. Высловить верность своей конфессии. Тоже неплохо, кстати говоря, тоже неплохо. Так, род благословия защитников. Чужие войска рыщут по нашим границам, словно стаи голодных волков. Чтобы уберечь древние традиции, мне придется заслужить уважение кланов. Вместе мы посподвинем величайший черток войны по славу Перуна. Славяно-язычественная... Славяно-языческая святыня под вашим контролем. Отлично, за сто всего лишь. Получается свойство черток героев. Просторный черток, где воины-герои собираются, чтобы обсудить вопросы мира и войны. Славянское язычество укрепляет рвение на 25. Вы получите на страже веры. Доблесть получу, общая конфессия. Великолепные просто вещи я получу. Славься Перун. Под моим командованием клан объединились. И скоро Новгород украсится великим военным чертогом. За его толстыми каменными стенами будем готовиться к войне. Многие века и на... Слушайте, ну просто, просто замечательно. Что у нас по Новгороду? Возможно, я уже могу что-то поставить. Вот он. Вот он. Но то, что я сюда и поставил, особо великолепно просто. Мне нравится моя королева. Смотрите, сколько она детей не настрогала. Ну, в смысле, родила. Священная война. Преимущество перед враждебной конфессией плюс 10. Невероятно крутые перки, конечно, у нашего правителя, короля Рюрика. Щитрода. Щитрода, кстати. Он перестал быть кем-то там непонятным. И теперь он щитрода. Здоровье слабое. Вы болеете. Почему-то я болею. Чем-то я болею, интересно. Очень плохо. Потому что Рюрик мне хотелось бы, чтобы жил как можно дольше. Единственная вещь, которую я сейчас сделаю, возможно, о которой я пожалею когда-либо в будущем. Руслан. Что, прости? Это из какого-то... Ну, я думаю, посажу сюда Руслана. У меня какое-то просто королевство Русланов будет. Я не знаю, как это еще объяснить. У меня одни Русланы вокруг меня. Я думаю, что надо ослабить моего... У него слишком много союзников, чтобы его ослаблять. 3600. Да, блин. Ну, я буду просто его грабить в ответ. Вот что я могу сейчас сделать, по сути. Мне нравится, что здесь какой-то замес Истляндии происходит. Великое вожество Истляндии, которому принадлежат вот эти вот территории. Посмотрите, сколько. И королевство Истляндии. То есть, тут какой-то замес Истляндии. Они сами не знают, чего они хотят. Более того, Истляндия захватывает еще и Смотогию себе. То есть, это жесть какая-то. Я не понимаю, что здесь происходит. Истлянцы не могут поделить между собой Истляндию, я так понимаю. Ох уж, это Хазари. Она все увеличивается, увеличивается в размерах. Хотя у меня войск гораздо больше. У Хазари почти нет союзников. У нее нет союзников, кстати говоря. Мы можем в теории сейчас кусок Хазари откусить. И причем, очень даже немаленький кусок. Единственное, что у меня нету, они не граничат рядом со мной. Нигде. Мне придется пробиваться через либо Казань, либо еще откуда-то. Но пока они настолько слабы, я даже думаю, что я могу их... Давайте самый большой кусок вот где-нибудь откусим здесь. Либо снизу возле Минска. То есть, Киев мне немножко поможет. Ваш возможный союзник. Так, Верховный Руслан Второй Русланович тоже. Здесь тоже Руслан Второй есть. То есть, надо от Хазари откусывать, я думаю. Я бы откусил вот где там был здоровенный кусок. В Мавритании. Вот что это вот. Она с кем-то и так воюет, правда. Обороняется от кого-то. И воюют они за вордество вот это, которое мне не интересует. Я думаю, что под шумок нужно. Нужно кусануть ее немножко за бочок, так сказать. И забрать себе кусочек. Потому что... А нет, он не входит. Не входит в состав Руси. А что входит? Где-то... Вот эта вот провинция. Вот здесь вот самая большая провинция, которая входит, находится здесь внизу. Давайте мы просто откусим тогда вот эту нижнюю провинцию. Которая находится где-то внизу. Я могу это как-то выделить. Так, вот раз, что находится внизу, это Переслявль. В общем. И что следующее я могу забрать? Много у нее провинций, господи. Следующее. Рязань. Это Чернигов. Давайте я Чернигов сейчас заберу, а потом уже когда-нибудь Переслявль там заберу. Как бы он не назывался, в общем-то. Будет, конечно, затяжная война, потому что деремся против королевства. Я даже думаю, что я позову своих друзей на помощь себе. У меня два союзника. Пора бы уже им как-то проявить себя, потому что иначе зачем я совершал все эти союзы. Драться с Империей очень тяжело. Это очень долго, поэтому... Поэтому сейчас соберем все войска. Скорее всего, даже объединим их. Конечно, вы все присоединитесь ко мне. Спасибо вам за это большое, братья славяне. Погнали сразу же захватывать, ну, снизу. То есть туда, куда мы, собственно, и собирались захватывать. Смотрите, что делают мои союзники. Они уже тут без меня, по сути, все сделали. Даже делать ничего, по-моему, это и не надо. Киевчане воюют. Братья украинцы, славяне воюют очень хорошо. Очень хорошо. Прям пошли захватывать все провинции. Сразу не стали тянуть до коня. Оспа. Убийца среди нас. На мой двор пала тень смерти. Один придворно заболел оспой. Моя бедная жена, ингрид, борется за жизнь. Болеет, дерзающая плотность. Несет угроза всем нам. Пока она болеет, никто при дворе не может чувствовать себя в безопасности. Будьте осторожны, делайте ничего в особенности. Потому что времени решили действие, лечения не будет. Аааа, решение будет приниматься моя жена. Давайте сделаем так. Я все-таки, извините, но это оспа. У меня могут переболеть там все. Успешное лечение. Королева ингрид. Вау. Она еще и родила. Кстати говоря, успешное лечение получили. Да, она там теперь, по-моему, у нее вечер, ранение, обезображенное лицо. Оспа. У нее до сих пор осталась оспа. Ты же, по-моему, увенчалась успехом. Твоя болезнь ингрид была. А Мальфрида, да нет. Это какое-то хорошее русское имя. Людмила. Вот это я понимаю. Вот это чисто русское, исконно русское имя. А то Мальфрида мне начинает. Мальфрид подсовывать. Сейчас быстро захватим. Мои союзники просто скрытые гении. Понимают, что надо делать. Правительство последовало войну. Хорошо. То есть я, это не меня осаждают, это мы осаждаем. И я говорю, это будет довольно долгая, затяженная война. Посмотрите, мои только что отбились. Ааа, что из-за меня? Наложение службы. Налог с владения плюс 5%. Мои только что 1500 человек. Мало того, что они довольно серьезный форт осаждают. Надо пойти им помочь, мне кажется. Они еще отбились от... Ой, отбились от Хазари. Слушайте, ну это будет... Если мы победим, это будет грандиозно. Русь, которая заходит за 3-9 земель, захватывает Хазари. Где вы такое еще увидите? Я хочу, кстати говоря, начать повышать уровень развития здесь у меня. Да, налоги это хорошо, но по деньгам у меня вроде бы все устаканилось. Сейчас мы вот переделаем, потом здесь займемся валдаем. Умелая дипломатия. Мой канцлер, вождь Борис. Мастер убеждения. Теперь соседние государства, наши вассалы, поверили, что мирное соглашение, которое заключили со мной, держава его что-ли врода, недействительный, незаконный, справедливый по отношению ко мне. А тут такое вообще. Я вновь могу объявлять войну им, когда мне вздумается. Великолепно, спасибо тебе за это. Правда, я первый раз его вижу, но... Ну да ладно. Каждый из себя я резко просыпаюсь от стука в дверь. Кому требуется король столь поздний час? Поздний гость, конечно же, Алена. Нам нужно поговорить глазу на глаз, подальше от любопытных. Мне стало известно кое-что очень интересное. Алена знает нечто, что мечтает скрыть королева Ингрид. Она откроет мне эту тайну, если я от нее отстану. Клянусь, у тебя не будет передо мной никаких обязательств. Окей, погнали. А что у меня за... Раскрыть секрет? Шантаж. Давайте посмотрим. Кровосмещительные отношения? Ой, да и ладно, господи. Ну ладно, я тебя прощаю. У меня такие хорошие чувства к моей жене, что я не собираюсь ничего плохого ей делать. Ну ладно. Подумаешь там. С братом переспала в детстве. Ну с кем не бывает, с кем не бывает. Она не знала, она думала, что это ее друг. Блин, мне придется дойти до самого центра Хазари, надо, чтобы закончить войну, которая находится... Столица находится вообще в другой стороне. Я думаю, что надо повоевать с войсками. Ой, их тут 4000 человек. А мы сможем? Сможем их одолеть? Ну да, все залетели, одолели. Пойдем сейчас еще ту армию забьем. Все, 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 все. Навязать. До свидания. Завоевали, отжали кусочек, который я и хотел. Все, прекрасно. Еще сюда свою кубхозку, сколько территорий я получил. Я, кстати, могу сразу здесь создать какой-то титул, скорее всего. Чернигов я сразу же подарил некому ему Тимуру. Кусочек Руси теперь здесь, и он же мой сразу же союзник, я так понимаю. Вряд ли он будет... Да, он мой союзник, и вряд ли он будет поднимать против меня какие-либо предпринимать действия. Смотрите, я могу Хазари еще раз объявить? А, нет. Смотрите, не успел. Не успел с ними повоевать. Там молодой правитель сейчас сидит, у меня с ними перемирие объявлено. Слушайте, ну мне нравится, как развивается Русь. Единственное, что я куски какие-то откромсовываю понемногу. Вот здесь фракция набирает популярность, конечно, нужно бы что-то поделать. Вот здесь сейчас поменяется... У Води поменяется религия, здесь тоже религии нужно поменять. То есть везде нужно просто поменять религию, и они все успокоятся тогда, по идее. Слушайте, я думаю, на этом мы будем с вами заканчивать. Спасибо, что посмотрели ту часть прохождения, эту серию. Прекрасная серия, то есть мы набрали себе кучу кусков. Здесь кусочек Руси, там кусочек Руси. Руся просто везде. Спасибо, удачи и пока.